Девушки отдыхают Казанский федеральный университет представлял КФУ на форуме руководитель стратегической академической единицы «Эко-нефть» Михаил Варфоломеев. В первый день конференции университетский ученый выступил с докладом об опыте КФУ в области изучения технологии внутрипластового горения. Цель мероприятия была собрать ведущих специалистов в этой области из университетов и компаний и обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в области добычи тяжелых нефтей. И то, что у нас ждет в будущем, то есть какие есть передовые технологии, которые, возможно, решат проблемы нефтяной индустрии. В конференции приняли участие ведущие мировые университеты. Кроме Казанский федерального университета были университеты Техаса и ИНДМ, был Техасский университет из Остина, из канадских университетов и из университетов Ближнего Востока. В частности, ученый затронул теоретические и практические аспекты новейшей технологии, а также рассказал зарубежным коллегам о возможностях Казанского университета по ее дополнительному изучению. Речь шла об уникальной разработке, позволяющей быстро оценить эффективность внутрипластового горения для того или иного месторождения, в том числе о трубе горения, появившейся в арсенале ученых буквально этим летом. На этом форуме были представлены нами два доклада, две лекции. В одной лекции мы рассказали о возможности применения закачки воздуха для как раз добычи тяжелых нефтей, поскольку внутрипластовое горение является одним из перспективных методов. Но проблема в том, как этот метод сначала хорошо смоделировать в лаборатории, чтобы потом его уже достаточно эффективно применять в пластовых условиях. И вот как раз мы рассказали о том, что в Казанском университете создана полностью инфраструктура, которая позволяет тестировать эти методы от, так сказать, маленьких масштабов и переходить уже к масштабам всего месторождения. Опыт Казанского университета оказался одним из наиболее ярких. Более того, он позволил убедить коллег в перспективности применения технологии, возможности ее контроля и мониторинга на месторождении, а также возможности повышения эффективности добычи нефти с помощью закачки воздуха. Все это уже не первый год практикуют исследователи в рамках работы стратегической академической единицы «Эко-нефть». Аделя Шевелова, Роман Самарин, Универ-Ньюс.